продажи продажи это вот в центре всего не будет продаж никакое супер оборудование супер пиво вам вообще не поможет то есть самое главное наладить большие качественные продажи добрый день друзья кто меня не знает представлюсь меня зовут виктор юхно до недавнего момента у меня была маленькая пивоварня совсем малюсенькая вот свой бизнес и я его потерял как в обществе анонимных алкоголиков меня зовут виктор у меня был бизнес и я его потерял я тут немножко поразмыслил систематизировал причины ошибки которые повлияли на закрытие пивоварни почему я потерял бизнес думаю многим будет интересно узнать на чужом опыте они на своем первое что я говорил еще в прошлом видео ошибки при создании пивоварни это у нас были маленькие объемы 300 литров за варку это совершенно не коммерческий объем надо было выступать в другой немножечко категории есть две категории пивоварен есть пивоварни которая работает оптовыми продажами на много точек есть локальная пивоварни типа локаль пивоварни ресторана типа пивоварни паба своего типа пивоварни у большого протока машин или трафика какого-нибудь людского со своим разливом со своим кассовым аппаратом в чем же разница между этими типами пивоварен 1 пивоварня которая работает оптовыми продажами она минимально платит 30000 гривен в год до объема 24 тонны в месяц если она производит свыше и продает свыше 24 тонн в месяц то есть 300 тысяч литров в год она платит сразу же большую оптовую лицензию 500 тысяч гривен другой тип пивоварен маленькие которые работают со своим кассовым аппаратом не продают то есть они продают на месте или со своих точек не продавая пиво другим контрагентам они платят 8000 гривен с одного кассового аппарата то есть один кассовый аппарат при пивоварни он платится 8000 гривен лицензия и торгуются своим пивом поставили 2 кассовый аппарат платится с каждого кассового аппарата по 8000 16000 торгуются с двух кассовых аппаратов и для маленьких пивоварен типа моей которая выпускала до 7 тонн в месяц мне надо было делать пивоварню где-то на проезжей части или со своим пабом и торговать то есть по месту с одного кассового аппарата я бы экономил сразу же 22000 лицензии вот такой формат для маленький пивоварни имеет место на жизнь но у нас были планы на будущее мы думали как бы развиваться начать с такой пивоварни с маленькой немножко заработать скажем себе имя и потом увеличить объемы уже до большой пивоварни там тонну две заварочный порядок до 40 50 тонн в месяц у нас не было хорошего сайта у нас вообще не было сайта в начале у нас не было аккаунта в соцсетях инстаграм фейсбук мы потом до этого доходили у нас не велась работа по этим направлениям от слова вообще это неправильно и очень плохо это должно было быть еще перед пивоварней то есть сайт должен был быть и аккаунты в соцсетях в самых популярных должны были быть и там быть уже должны быть подписчики которые должны были ждать этого релиза этого пива у нас этого не было ну вот так вот а вот такие вот бизнесмены начинающие которые хотели просто варить пиво ну не разбирались абсолютно ни в чем следующая ошибка у нас не было торгового представителя или человека который занимается продажами который погружен в крафтовое пиво который понимает стиле который понимает сорта понимает разницу между этими понятиями хотя бы и может объяснить на пальцах что мы произвели и продать соответственно это пиво мы конечно общаемся с подписчиками с клиентами но не на таком уровне потому что у меня завод у меня много дел проблем я не мог заниматься и продажами мы искали человека очень сложно найти грамотного специалиста который может продавать пиво может ездить или хотя бы созваниваться со всеми точками торговли и договариваться нужен классный коммуникабельный грамотный человек продавец у нас такого не было и мы такого к сожалению не нашли то что казалось что мы сами можем соединять и варки пива работу на пивоварке и работу торгового представителя ничего этого не работает нормально человек может как бы небольшое количество времени этим заниматься но на постоянной основе это выбивает из колеи не получается нормально не на производстве работать не торговый не торговлей заниматься поэтому нужен узко направлены специализированный человек так как мы не нашли грамотного специалиста то мы решили создавать свою сеть мы открыли пап мы открыли два магазина но тут есть свои нюансы во первых это большие затраты лишние затраты во первых аренда аренда неподъемная если аренда вообще неподъемная пивоварню открывать магазины открывать если есть возможность открывайте только в своих помещениях потому что аренда реально неподъемная она каких-то стоит бешеных неподъемных денег которые невозможно нормально работать то есть там получается отбивание в основном аренды вся эта торговля сделать правильный дизайн сделать правильную ремонт сделать cold room краны найти персонал грамотный то есть куча 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 денег куча проблем персоналом с персоналом вообще отдельная история то есть мы столкнулись с подбором персонала перебирали этих людей у нас и было воровство у нас постоянная недостача было то есть это постоянная работа с людьми постоянные перепроверки нужен отдельный человек который бы всем этим занимался то есть большие аренды налоги зарплаты работа с людьми поддерживание все это в рабочем состоянии это огромные огромные затраты которые просто не окупались и с нашими объемами это было вообще очень очень тяжело поэтому вот это вот создание собственности но мы опять создавали пытались создать с расчетом что мы увеличим объемы и у нас будет большое производство и мы просто будем добавлять свои точки на больших объемах это бы все наверно сработало работы было много очень много мы работали там по 15 часов каждый день в сезон не получалось у нас даже скопить сезон длится 45 месяцев от силы летний как только похолодало продажи сразу же падают вот сезон очень очень много работали но мы не нарабатывали даже той финансовой подушки которая способна была нас продержать там зимний период скажем так не получалось на такой маленькой пивоварни потом работа с другими контрагентами с другими палбами магазинами это большая проблема в украине очень большая проблема 50 процентов или больше даже это задержка выплат задержка оплаты за пиво 10 процентов не выплачивают вообще то есть у всех у всех пивоварен кто работает с контрагентами у всех огромные долги многие пабы многие магазины они не выплачивают за пиво месяцами а то и годами некоторые просто забивают морозятся и ну таких процентов 10 которые просто не не выплачивают у всех тяжелая обстановка я понимаю но вот такая вот ситуация то есть пытались работать с контрагентами полностью но это очень очень тяжело постоянные долги постоянно выбивание денег постоянная проблема рынок крафтового пива это такой маленький маленький сектор внутри огромного перенасыщенного пивного рынка в стране и он развивается только оттесняя часть от основного рынка масс-маркета и оттесняет он только тех людей которые понимают это пиво и могут платить за это пиво потому что крафтовый напиток намного дороже по себестоимости чем произведенные в масс-маркете потому что там добавляются хмеля американские австралийские африканский короче дорогие хмеля дорогие ингредиенты в основном работают на импортном солоде потому что у нашего качества постоянно плавает всякие фрукты всякие овощи там манго ананасы тоже это все это затратная часть и поэтому пиво получается серьезно дороже чем масс-маркет поэтому люди которые могут его покупать они в принципе должны быть обеспечены но ситуация у нас стране к сожалению сейчас совсем не хорошая все меньше и меньше людей которые могут позволить себе крафтовое пиво купить потому что денег у людей просто тупо нету украина в этом году 114 по ввп на душу населения это вообще что-то невероятное у меня в мозгу не укладывается мы не самые бедные в европе мы самые бедные среди стран азии и латинской америки мы на уровне центральных стран африки зимбабве нигерии так далее вот такая вот ситуация то есть пиво это массовый продукт который должны пить люди чем больше у людей уровень жизни тем больше покупается крафтового пива могут они позволить но к сожалению у нас с этим не так и поэтому крафтовый рынок очень очень тяжело развивается сейчас цена на пиво вот просто в магазине стоят вот эти двухлитровые сиськи которые стоят там 50 гривен 30 гривен 26 гривен за 2 литра это что за цены такие не знаю вода по моему дороже стоит и люди ведутся люди просто первым делом приходят и смотрят на цену и покупают то что подешевле каждая гривна к цене уменьшает шансы продаж поэтому вот такая вот проблема тоже существует потом огромная государственная зарегулированность я думал что у нас будет по типу грузии когда все вот эти вот старые совковые ненужные конторы которые регулируют государственный бизнес они просто исчезнут там 80 процентов исчезнут которые за ненадобностью ничего подобного все так и осталось три-четыре проверки в год и ежегодно постоянно приходят огромные штрафы там насчитывают какие-то предписания ты заполняешь огромное количество их бумаг отписываешься по 20-30 журналов ведешь какие-то там удлинители блин каждый удлинитель каждые полгода надо сдавать на поверку и записывать журнал и короче бред полный или как вот с экологией которая вот видео недавно делал тоже не попали на проверку сделали поддельное письмо и пытались прорваться на предприятие потом не получилось они написали письмо в полицию потом в суд через суд открыли на меня уголовное дело за недопуск инспектора на предприятие то есть давление жесточайшие всеми методами пытаются прорваться на предприятие найти какие-нибудь нарушения но естественно потом все это решать так что вот это вот регулирование она просто ужасно и и мешает бизнесу чрезвычайно следующее это огромные налоговые нагрузки для малых производителей лицензия да у меня ниже 30 тысяч но я произвожу 7 тонн до 7 тонн в месяц если я буду производить больше 24 тонн я сразу плачу 500 тысяч полмиллиона гривен лицензию годовую то есть я буду производить 25 тонн в месяц и платить полмиллиона и огромный завод который производит миллионы декалитров и тоже платит 500 тысяч это немножко вообще неправильно то есть можно разделить на несколько секторов домашних малый микро производитель малый производитель средний производитель большой производитель каждый должен платить свою лицензию и это было бы правильно папа по своим силам то есть маленький производитель он это для него колоссальная нагрузка и прибавление опять к себестоимости пива что увеличивает опять цену а каждая гривна прибавлено и так большой себестоимости пива понижает конкурентоспособность просто вот в разы потом штрафы государственные штрафы они непомерные для маленького производителя то есть два отсчета строгих отсчета должны подавать пивники неправильное там заполнение ошибка в заполнении по срокам сразу 17 тысяч штрафа 17 тысяч два таких то есть 34 тысячи штрафа мне где копейки считаю и для огромного завода тоже который там миллиардами ворочает тоже такой же штраф вообще не пропорционально то есть нас такие штрафы уничтожают просто вот в хлам для большого завода это неприятно но приемлемо можно же коррелировать штрафы по объемам производства чем меньше производства тем меньше штраф что позволит намного больше позволит выживать малому бизнесу и как-то конкурировать себестоимость еще учитываются лабораторные исследования то есть у больших производителей обычно свои лаборатории как бы это затраты есть но они не такие которые я делаю отношу свои анализы в большую лабораторию какую-нибудь сертифицированную и за каждую партию плачу то есть большой производитель он делает там 10 тонн грубо говоря одна партия и от с 10 тонн у него один анализ идет там 1000 гривен грубо говоря с 10 тонн и у меня 600 литров партия я тоже плачу с 6600 литров тоже тысячу опять у меня прибавляется к себестоимости то есть чем меньше у меня вот производства тем намного больше у меня себестоимости продукции незалежные броварни украины это такая организация которая сейчас пытается объединить маленьких производителей пива они это профсоюз который пытается бороться с снижением налогов акцизов ставок но мало что получается но во всяком случае этого хоть какое-то начало организации и как-то борьбу за борьбы за свои права то есть они сейчас создали там с депутатами пару законопроектов которые пытаются понизить то что я говорил понизить налоговые ставки акцизные ставки лицензию убрать для малых производителей там для определенных объемов что существенно поможет малому бизнесу развиваться вот все украинские пивоварни я вас призываю прошу вступайте эту профспилку и будем как-то продвигать это дело вместе потому что нас задавят ну и последняя причина почему мы закрылись это беспрецедентное давление госорганов у меня сейчас на данный момент четыре или пять судов с налоговой и два уголовных дела я страшный бандит рецидивист через полгода после того как мы открылись у нас пришла проверка с налоговой вот и получилось что у нас мы когда открывались у нас была такая ситуация что мы работали с одним бухгалтером потом начали с другим бухгалтером работать никто из них не работал в пивной сфере подавали отчеты старый бухгалтер забыла подать отчет нулевой еще мы не производили как бы ничего новая бухгалтер принимала дела не досмотрела это потом получилось что у нас неправильный отчет нам приписали сразу за два неправильных отчета там два отчета строго отчетности тавтология такая короче 34 тысячи и потом за полгода нам насчитали еще двести пятьдесят пять тысяч штрафов что просто так как мы вложили все последние средства в открытие просто убивало бы нас на корню мы не в состоянии были платить такие огромные штрафы хотя никаких никакого ущерба государству не не было причинено мы платили как бы все налоги и на тот момент у нас просто не было объемов мы просто неправильные короче отчеты были поэтому мы подали в суд и судились первую инстанцию апелляцию первую инстанцию оставили без рассмотрения мы подали апелляцию апелляцию мы выиграли налоговая подала в касацию касаться долго рассматривала потом вернула все надо расследование и потом в результате того что у нас оставили все в силе в результате того что мы нарушили сроки подачи заявления мало того налоговая написала на меня заявление что я типа подделал документы оборот на сальдовую ведомость полиция как бы отказала в этом деле они через суд принудили полицию открыть уголовное дело вот первое уголовное дело в подделке документов потом вот это вот экология что я опять таки видео делал они таки сделали на меня тоже заявление полиция тоже отказала возбуждение уголовное дело они через суд добились возбуждение уголовное дело на меня открыли второе уголовное дело за недопуск инспектора на предприятие хотя инспектора в глаза не видел неважно то есть у меня два уголовных дела как только открыл я зарегистрировался частным предпринимателем открыл бизнес все у меня сразу начались проблемы у меня два уголовных дела и куча судов до этого я даже не знал где находится у нас полиция теперь вызывают на допросы допрашивают и короче вот такая вот история интересная структура нашего бизнеса была такая что мое было идея воплощение инвестиции были моего друга хорошего владимира он американец и он решил как бы сюда вернуться он рожденный был здесь потом уехал в америку там состоялся и потом решил как бы вернуться инвестировать сюда открыть пивоварню и развиваться здесь но после этих четырех лет пытая бы пытание выжить попыток выжить и вот это вот огромного давления постоянно от государства мы уже кстати подыскивали помещение под большую пивоварню уже договаривались производителями покупки двухтонного варочного порядка и там до 50 тонн цкт для производства после этих четырех лет ведения бизнеса украине после этой экономической ситуации которая постоянно все падает и после вот этих вот наездов постоянных госструктур и неспособности государства сделать какие-то реформы и улучшить налоговую нагрузку улучшить какую-то поддержку малого бизнеса постоянные наезды мой друг отказался конечно же инвестировать в этот бизнес и украину в частности поэтому вот такая вот история закрытие этого бизнеса у нас ну что в конце всего резюмируем что же у нас получилось по пунктам сжато так скажем какие пункты нужны для успешного развития как бы пивоварни во первых варочник должен быть от одной тонны и объемы должны быть там но от 25 хотя бы тонн ну лучше 40 тонн в месяц при условии что это все хорошо продается то есть обязательно ну нужны продажи потом полный спектр продукции то есть пиво должно быть в кегах пиво должно быть в бутылках пиво должно быть в банках чтобы была возможность работать на разлив в супермаркеты в магазины в маленькие в холодильнике поставили то есть в условиях вот это вот плакдауна конечно тоже очень серьезно повлияло когда рестораны и бары были закрыты тех у кого была банка и бутылка они поставляли в маленькие продуктовые магазинчики они хотя бы стояли в холодильниках и потихоньку продавались поэтому второй пункт это полный спектр продукции разной разнообразной третье хороший дизайн маркетинг товарный знак и отлично разработаны этикетки все должно быть идеально все какая-то история должна быть пивоварни и продвижение постоянное да это уже четвертая грамотная рекламная компания которая должна быть постоянно вестись какой-то процент от прибыли должен постоянно идти на рекламу постоянно должна быть реклама нужен постоянный хороший сайт сайт нужен заранее соцсети аккаунты в соцсетях должны быть заранее нужен специальный человек который постоянно обновляет сайт постоянно обновляет какую-то информацию в аккаунтах постоянная обратная связь то есть чтобы не было никаких как у нас то есть пока искали человека кто может заниматься аккаунтами инстаграмом там фейсбуком это большие проблемы заявки на сайт приходят у нас нету человек который постоянно занимается который отслеживает покупки и человек не то что задерживается некоторые письма вообще не прочитаны и заявки через два месяца мы только узнавали что у нас заказали пиво а мы даже не не прочитали не отправили постоянное изменение ассортимента то есть человек который постоянно занимается обратной связью через интернет соцсети сайт это обязательно 5 грамотная дружная команда которая каждый на своем месте каждый специалист своем вопросе и нету что я и пивовар я и продавец я и дизайнер это вот но не работает никак шестое маркетинг продвижение продаж то есть специальный человек который знает крафтовое пиво который понимает всю разницу всех сортов и стилей который может доступно объяснить который не боится созваниваться по 300 звонков на телефоне который может договариваться о продажах может договариваться о выбивании денег и то есть вот такой человек это блин обязательно нужен поэтому это шестое седьмое грамотные юристы без юристов никуда никак потому что заклюют это постоянная работа с документами постоянная договора постоянные какие-то отписки постоянные там работы с органами без юриста вообще никак восьмое хорошее качественно разнообразное пиво качество качество еще раз качество следить за качеством это огромный труд потому что когда человек покупает пиво ему нравится это пиво оно должно быть плюс-минус постоянным они болтыхаться блин вообще по качеству от неприемлемо пить до вау какое пиво у меня самого много было проблем на отечественном сырье то есть я делаю там на венском солоде например пиво у меня получается такое полутемное пиво нормально а в следующий раз на этом же солоде этого же производителя у меня получается идеальный пилснер какой-то такое светло золотистого цвета то есть и человеку как он доказать человеку что извините я делал все то же самое но пиво кардинально отличается поэтому за этим надо тоже внимательно следить потом идеально свой рынок сбыта но это для больших пивоварен то есть маленькие пивоварни как я уже говорил идеально это в каком-нибудь локальном богатом районе как вот в одессе у моего друга стаса сэвенбир привет стас хорошие и райончик авангард по моему называется в одессе и там пивоварни это находится которая торгует сразу же у себя и этот райончик в принципе потребляет объемы этой пивоварни и они нормально существуют или как в карпатах возле центральной трассы находится там гирска по моему пивоварня микуличине и люди проезжающие постоянно просто заезжают забирают пиво и дальше едут вот тоже формат очень-очень хороший или пивоварня ресторан пивоварня которая тоже на свой объем своих клиентов все это варит и ей достаточно вот это маленький объем это очень но если уже большая пивоварня перевалила за оптовую лицензию в полмиллиона ей нужен оптовые продажи поэтому неплохо бы свой рынок сбыта хотя некоторые работают чисто на ритейл которые продают только в магазинах другие пабы не заморачиваются с лишними затратами именно нос на содержание магазинов то есть 22 таких подхода вот или наладить качественный грамотный рынок сбыта чужой или создавать большой качественный рынок сбыта свой но 10 не пропадать с информационного поля не под каким предлогом тоже участие в фестивалях регулярно и какие-то коллаборации регулярные какие-то необычные сорта пива то есть чтобы это все звучало чтобы это все говорилось обсуждалось чтобы люди вас слышали и были постоянно на слуху вот вот такие вот 10 пунктов ну как бы которые я примерно насчитал но может что-то упустил может что-то еще есть какие-то много нюансов немножко сумбурно так рассказал много всего лезет в голову классное продвижение вот пивоварен например таких как в херсоне дрофа идеально ребята молодцы они продажники изначально то есть они продавали крепкий алкоголь они у них налажено они знают как это все продавать продажи продажи это вот в центре всего не будет продаж никакое супер оборудование супер пиво вам вообще не поможет то есть самое главное наладить большие качественные продажи поэтому ребята с продажами все нормально построили пивоварню начали продавать и у них постоянно не хватает пива для продаж и они развиваются очень даже хорошо и гармонично или пивоварня 2085 назар тоже молодец правильно подошел там футуристический дизайн сразу разлив в банку по супермаркетам какие-то там акции постоянно происходит там совместные коллаборации с монобанком какой-то там пиво сделал то есть постоянно на слуху тоже постоянно в соцсетях какие-то там хоть какие-то небольшие картиночки но постоянно они про них все слышат все знают классное пиво все конечно потихонечку развивается хотя они запустились в разгар локдауна и вполне себе нормально продвигаются так что молодцы ребята надеюсь для кого-то мой опыт пригодится и будет полезным так что дерзайте пробуйте развивайтесь пока